В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В помощь ближнему в Сарове открылся первый гуманитарный склад. Юный исследователь в департаменте образования подвели итоги городского этапа областной конференции. Надежда России, воспитанник спортивной школы ИКАР, вышел во второй этап Кубка России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Далее расскажем обо всем подробно. Детская одежда, технические средства для инвалидов, продукты и предметы личной гигиены. В нашем городе открылся первый гуманитарный склад, который будет носить имя царевича Алексея Романова. Раньше все пожертвования саровчане приносили в храм всех святых, но сегодня для этого появилось отдельное помещение. Глядя на полки, заполненные детскими игрушками, одеждой, обувью и констоварами, можно с уверенностью сказать, что добра в этом мире гораздо больше, чем зла. Двери первого в городе гуманитарного склада только открылись, но здесь уже готовы принять нуждающихся и оказать посильную помощь людям в трудной жизненной ситуации. То место, которое мы сегодня открываем, это как раз то место, где нуждающиеся эту помощь получат, а те, кто готов помогать, могут ее оказать. То есть здесь произойдет вот такое соединение. Гуманитарный склад будет носить имя царевича Алексея Николаевича Романова. Отремонтировать и оборудовать помещение удалось благодаря помощи волонтеров Центра «Радость моя» и средствам гранта Синодального отдела по церковной благотворительности. Я надеюсь, что те люди, которые нуждаются в том или ином внимании, будут с благодарностью к Богу получать эту поддержку и через то нести добро и также милосердие. Детские коляски, средства гигиены для малышей, теплые зимние комбинезоны. Работа гуманитарного склада и волонтеров направлена в первую очередь на помощь семьям с детьми и будущим мамам. Я хочу надеяться, что все, кто попал в трудную жизненную ситуацию, придя сюда, обретут веру, увидят помощь, поддержку, выйдут из этой трудной жизненной ситуации, в которую они попали, и потом будут также оказывать помощь тем, кто нуждается. Раньше пожертвования саровчан приходилось хранить в храме всех святых, где сложно было рассортировать вещи и сразу направить на адресную помощь. Теперь несколько просторных комнат позволяют хранить даже специальные инвалидные коляски, костыли и трости. У нас такой порядок, что мы пишем заявочку, прошения оформляем, но все равно в первый прием обязательно что-то человеку дадут. Если он нуждается в продуктах, значит это будут продукты. Если ему нужно одеться, значит ему помогут подобрать одежду. Волонтеры центра «Радость моя» приглашают к сотрудничеству спонсоров, другие городские волонтерские движения и неравнодушных горожан. Самыми необходимыми и востребованными всегда остаются детская обувь и продукты первой необходимости. На прием пожертвований склад работы три дня в неделю. Во вторник, в четверг и в субботу. На выдачу помощи в субботу с утра. Дарятся порыгина Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Как сон влияет на наше самочувствие и как сохранить и приумножить леса над этими актуальными вопросами всерьез задумалось молодое поколение. В Департаменте образования прошел муниципальный этап конференции проектных работ «Юный исследователь». Подробности далее. Ксения Свиягину провела в Мордовском заповеднике всего несколько дней, но этого хватило, чтобы уже сегодня девочка могла представить на суд экспертного жюри целую научную работу. Главная цель которой – изучение растительного покрова болот, которые подверглись пожарам 2010 года. Роль болот, она общепризнана, потому что, во-первых, являются в болотах накопленные запасы питательных веществ, диоксиды углерода, также органического вещества. Также они являются местным обитанием для многих видов животных и растений, в том числе и редких. Ну и, соответственно, для охраны болот нужны всесторонние исследования. Всего на конференции было представлено семь направлений – экология животных, растений, здоровье человека, лесная экология, проектирование территории, природоохранный проект и урбан-экология. Объекты исследований у всех участников были разные. Кто-то выбрал леса в целом, кто-то – конкретное растение. А Иван Артамонов решил свою научную работу посвятить грибам. Я нахожусь на этой конференции с работой ксилотрофной афилофороидной грибы в лесах Мордовского заповедника. Афилофороидные грибы являются древоразрушающими грибами. Они являются важнейшими среди представителей вообще в принципе древоразрушающих грибов, и они оказывают важное воздействие на экосистему. Создание собственного проекта – действительно кропотливая работа. Ребята изучили необходимую литературу, провели исследования в природных условиях и лабораторные опыты. Жюри определило лучшие работы в каждом направлении. Проекты победителей будут направлены на заочный этап областного конкурса. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. С 1 по 30 апреля в нашем городе будет введено ограничение движения транспорта массой свыше 6 тонн. Такое решение принимается ежегодно и призвано повысить сохранность дорожного полотна в период таяния снега. Организациям, которым по служебной необходимости требуется использование большегрузного транспорта, рекомендовано обратиться в Департамент городского хозяйства по телефону 9 90 73. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 27 февраля исполнилось 114 лет со дня рождения первого научного руководителя РФИАЦ в НЕФ Юлия Борисовича Харитона. В этот день руководители ядерного центра по традиции возложили цветы к бюсту великого ученого и вспомнили яркие истории из его жизни. Как отметил директор в НЕФ Валентин Костюков, Юлий Борисович был выдающимся гражданином нашей страны, человеком, который всю жизнь посвятил себя одному делу и добился колоссальных результатов. Саровских школьников приглашают на кастинг юбилейного 10-го международного детского творческого проекта «Нуклея Китс». Принять участие могут ребята в возрасте от 11 до 16 лет. Отбор проходит в виде собеседования, в течение которого нужно показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Выступление не должно превышать 5-7 минут. Также необходимы условия наличия действующего загранпаспорта. Кастинг пройдет 12 марта в Доме ученых с 11 до 17 часов. При себе иметь заполненную анкету кандидатов участники. Скачать ее можно на сайте nukets.ru. Баскетбольный клуб «Атом» приглашает саровчан в спорткомплекс «Юниор» на домашние матчи. В субботу 3 марта наши спортсмены сыграют с мотором из-за «Волчи». Начало в 15 часов. В воскресенье 4 марта саровчане померяются силами с Арзамасской командой «Газоэлектроника». Поединок стартует в 13.00. В молодежном центре прошел первый в городе фестиваль инклюзивного творчества «Рукотворное чудо», участники которого смогли своими руками смастерить поделки из различных материалов. По итогам мастер-классов на свет появились теплые весенние аппликации. Данный фестиваль способствует развитию творческих способностей у молодых людей с ОВЗ, способствует привлечению молодых людей занятием, творчеством, что обусловливает их социальную адаптацию и интеграцию в общество. У участников фестиваля была возможность продемонстрировать свои таланты. Лучшие работы собраны на выставке «Жизнь дана на добрые дела», а авторов поделок наградили дипломами. К другим новостям. Вовлечь молодежь в увлекательный мир спортивной рыбалки и сформировать бережное отношение к природе. Именно такие цели преследовали создатели первой в городе Федерации рыболовного спорта. Меньше чем за два года в Сарове прошел ряд соревнований по различным дисциплинам для взрослых спортсменов и юниоров. Следующим этапом развития рыболовного спорта в нашем городе стало открытие школы по подготовке будущих чемпионов. Кто-то скажет, что в нашем городе достаточно секций, студий, творческих объединений для детей. Но инициативные соревчане открывают еще одно направление для занятия подрастающего поколения – школу рыбалки. Если ребенку есть 7 лет, то он вполне может освоить премудрость рыболовного дела. Основные направления, ну понятно, это лов рыбы. Это обязательно техника безопасности на водоеме и при работе со снастями. Это минимальный курс выживания на природе. В уставе Федерации рыболовного спорта есть пункт, согласно которому спортсмены имеют право на открытие спортивной секции для детей. Организаторы школы обратились к администрации города с просьбой предоставить помещение для занятий. Но переговоры результатов не дали. Так что помещение пришлось искать самостоятельно. И пока школа юного рыболову будет базироваться на временной территории. У нас есть методичка, у нас есть план, у нас есть преподаватель дипломированный. То есть у нас в принципе все есть, кроме помещения. В течение года несколько раз мы получали отказ. Вот так вот. Уже в марте в школе юного рыболова начнутся занятия. Курс обучения рассчитан на три года. Это программа для тех, кто хочет лучше узнать мир природы, познакомиться с повадками рыб и научиться различным способам закидывания, подсекания, вытаскивания и, конечно, приготовления рыбы в походных условиях. Елена Грискова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Лидер чемпионата Нижегородской области хоккейный клуб «Саров Инвест» готовится к серии плей-офф. 15 игр группового этапа и только одно поражение. Огромное количество забитых шайб при минимуме пропущенных. Матчи команды «Саров Инвест» – это всегда накал страстей и эмоций. И первая встреча четвертьфинала обещает быть зрелищной. Уже в это воскресенье, 4 марта, наши спортсмены на своем льду примут хоккеистов из Арзамаса. Игрокам необходима поддержка жителей нашего города, и они приглашают всех на матч. Вход традиционно свободный. Начало встречи в 12.30. Попасть на игру можно через служебный вход Ледового дворца. В Ярославле завершился первый этап всероссийских соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе «Надежды России». На турнир съехали спортсмены из 35 регионов страны. По итогам состязаний воспитанник спортивной школы ИКАР Ярослав Харитонов получил право выступить на втором этапе Кубка России, который пройдет в марте в подмосковном Раменском. Подробности далее. Спортивные карьеры будущего чемпиона начинаются в юном возрасте, тогда, когда о золотых медалях можно еще только мечтать. Занятия по общей физической подготовке, знакомство с выбранным направлением и первые прыжки, которые юный акробат запомнит на всю жизнь. В секцию по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе Ярослав Харитонов пришел в пять лет. А сегодня спортсмен уже показывает сложные программы на российских соревнованиях. Ну, это кругозор. В первую очередь, это опыт. И способ заставить себя делать то, чего у тебя получается. Программу, которую Ярослав представил судьям на первом этапе Кубка России, он знает, как свои пять пальцев. Но к своим результатам спортсмен относится критично и считает, что способен на большее. Будущий чемпион согласен с мнением, что спорт закаляет не только тело, но и дух. Ярослав научился использовать волнение перед стартом в свою пользу. Если ты будешь слишком уверенный и говорить, я все сделаю, я все уже размял, мне больше не надо ничего делать, то в любом случае ты проиграешь и ничего не сделаешь. Неуверенность в себе, она как бы, ну, волнение, она помогает выиграть достичь каких-то целей. Работоспособный ребенок, заинтересованные родители и опытный тренер. Вот слагаемые успеха в спорте высоких достижений, уверен Александр Абакаров. Для того, чтобы долгие тренировки в акробатическом зале не прошли даром, наставник сразу должен разглядеть в юном спортсмене нужные качества. Из трудолюбия ты, если не лентяй, ты ничего не добьешься. Способности немаловажные роли играют. Прикрепляются и родители, и тренер. Еще и добавка, если и тренер хорошего уровня, что может вывести, тоже способствует высокому результату. Сегодня Ярослав уже готовится к следующему этапу Кубка России. Вместе с тренером спортсмен осваивает более сложные связки и мечтает в будущем стать мастером спорта. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Служба новостей Саров, 24. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Но найти лакомство по душе можно в Ледовом дворце. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы вновь в нашем городе. В Ледовом дворце с 5 по 7 марта проходит ярмарка «Медовая феерия». Те, кто однажды приобрели здесь мед, уже с нетерпением ждут возвращения Михайловых в Саров. И такая популярность этого меда вполне понятна. Пчеловоды лично следят за качеством продукта и предлагают покупателям только самое лучшее. Есть на ярмарке и популярный и доступный цветочный мед. Всего 300 рублей за килограмм. Эталон меда липовый. Мед с прополисом и маточным молочком. Гречишный мед. Мед диких пчел. А также редкие сорта этого натурального лакомства. Например, хвойный мед. Собирается он не с цветков, а собирается с медвяной рысы. Чем он полезен? В нем очень мало содержания белка и очень большое содержание йода и минеральных солей. А йод – это очень хорошо для щитовидной железы. Хорош хвойный мед и для укрепления иммунитета. Отличным профилактическим средством в канун сезона простуд станет и мед с пергой. Настоящий кладезь полезных веществ. Очень большое количество минералов и биологически активных веществ, которые присутствуют в перге, дают такой эффект, что поднятие иммунитета. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши кости и суставы, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами, а для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней с 5 по 7 марта. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 6 вечера. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Закрытые моногорода Железногорск, Снежинск и Озерск получили возможность выйти на новый уровень экономического развития. Решением правительства Российской Федерации им присвоен статус территорий, опережающего развитие. Потенциал для взятия новой социально-экономической высоты есть. Уже сейчас определены несколько десятков президентов, готовых открыть на территории ЗАТО инновационные производства и в течение нескольких лет превратить их в успешный, динамично развивающийся бизнес благодаря налоговым льготам. Будет практически обновлен налог на прибыль. Если сейчас предполагается, что налог на прибыль в федеральный и региональный бюджет составляет 20%, то предполагается, что он будет составлять 0% в течение первых 5 лет и в последующем не более 5% от 5 до 10 лет. И самое важное на них – это возвратный НДС. То есть имеют право заявиться по итогам года на то, чтобы мы возвратили НДС. По оценке Минэкономразвития новый статус поможет привлечь Железногорску инвестиции на 10 миллиардов рублей, Озерску на 8,5, а Снежинску на 5. При этом, исходя из специфики градообразующих предприятий, уже сейчас ясно, какие отрасли можно выгодно развивать в самое ближайшее время. Так, в Озерске рассчитывают на открытие производства оборудования для нефтегазовой промышленности и металлообрабатывающих станков. В Снежинске есть возможности для проектирования производства теплообменных устройств. В Железногорске на базе научно-технологического центра уже готова основа для реализации программы развития цифровой экономики России. Мы создавались, строились, развивались и будем развиваться вместе с городами, где размещены наши предприятия. Будем создавать новые рабочие места, платить налоги, обеспечивать программы, которые позволяют городам жить, на основе кооперации с основными производствами. По оценкам экспертов, реализация проектов позволит создать не менее 900 новых рабочих мест в Железногорске, Озерске и Снежинске. А значит, повысить уровень жизни жителей этих моногородов. В настоящий момент в правительстве Российской Федерации также рассматривают документы о предоставлении статуса территории обережающего развития атомным городам Лесной, Новоуральск, Северск и Заречный. Желаю его всего вам доброго и хороших вам новостей.